Бельские школьники подружились со сверстниками из Санкт-Петербурга. Площадку для видеообращения организовали в лицее имени Дмитрия Кантемира в четверг 10 ноября. Бельские школьники пообщались с ребятами из Санкт-Петербурга, посещающих Дом молодежи Царско-Сельский. Видеомост прошел в рамках творческого фестиваля «Молодежь, дружба, мир», посвященный Международному дню толерантности. Этот фестиваль является одним из самых крупных мероприятий, организуемых в Доме молодежи Царско-Сельский. Уже шесть лет свою работу ведет интерклуб, главными целями которого является укрепление межнациональных и межэтнических отношений. Именно поэтому бельские лицеисты были одеты в красочные национальные костюмы. Они исполнили традиционные песни представителей тех народов, которые проживают в Бельцах. Все, мы вас видим. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рады вновь видеть в добром здравии и прекрасном расположении духа. Совсем скоро, 16 ноября, вся мировая общественность будет отмечать День толерантности. Но нам, конечно, больше нравится словосочетание «Дружба народов». Именно этому посвящен наш сегодняшний большой фестиваль «Молодежь. Дружба. Мир», который пройдет сразу же после окончания нашей с вами встречи. Другие традиции древних славян очень похожи. На Рождество в Молдове очень популярны различные гадания, народные гуляния и, конечно же, колядки. К нам приходит коляда. Накануне Рождества ты добра нам в руку дай, а взамен же получай богатство, счастье и тепло. Господь пошлет тебе его. Так что щедростью задайся, на нас ни в чем не обижайся. Субтитры создавал DimaTorzok Мы немножко хотели вам рассказать тоже про наш костюм. Сказать очень много не получится, потому что в каждой губернии, в каждой деревне костюм был свой. И этим отличался русский народ, что можно было узнать, из какого села та или иная барышня, потому что костюмы не повторялись. Но были какие-то общие особенности. Молодая девица, прежде чем у нее расплести косу, могла ходить с непокрытой головой, с косой, в которой впитались разные венты на праздники, и использовать кокошник, либо повязку, да, или венту. Например, маленькие девочки бегали в лентах. И обязательный атрибут любого женского костюма – это рубаха. Рубаха была длинная, нижняя. В них ходили в домах, если не было гостей. Как только приходили гости, надевали разные наряды. Например, сарафан – это северная традиция. А есть фанёва – это нижняя набедренная юбка. Это южная традиция. Вы когда приходите в кино и смотрите какой-то иностранный фильм, и мы тебе в виду, в этом фильме есть какие-то черты другой цивилизации, другой страны. Завершается фестиваль ярким галоконцертом. Каждый его номер посвящен культуре и традициям какой-либо национальности, страны, части света или континента. Великая многообразна культура каждой страны. А чем разнообразнее мир вокруг нас, тем интереснее в нём жить. Это утверждение доказывает своей работой Интерклуб Дома молодёжи Царскосельский. Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами уже не раз виделись. И это стало доброй традицией. И, конечно, сегодня мы снова хотим представить Интерклуб. Интерклуб работает в нашем Доме молодёжи Царскосельский с 2010 года, практически с самого открытия самого Дома молодёжи. Клуб Дома молодёжи Царскосельский создан для объединения молодёжи разных народов, национальностей и просто разных взглядов на жизнь. В этом клубе можно познакомиться с ребятами из разных стран и континентов, поучаствовать в интересных мероприятиях, мастер-классах и просто узнать много нового и интересного о мире. Кстати, к видеомосту между Бельцами и Санкт-Петербургом подключились также ребята из Анголы, Вьетнама, Йемена, Туркменистана, Татарстана, Киргизии. Здравствуйте, меня зовут Олег. Я приехал из Беларуси. Учусь в военно-морском политехническом институте. Также мы с моими ребятами, сопутствниками, а также друзьями часто посещаем Дом молодёжи, в частности Интерклуб. С охотой принимаем участие во всех мероприятиях. В общем, нам всё нравится. Здравствуйте, меня зовут Салим Амар. Я приехал из Мазамрик. Я тоже участвовал в военном институте, в военном институте, но я пока не всё хорошо мы говорим по-русски, поэтому всё. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Баланга. Я из Анголи. Я приехал здесь, в Россию. Учу военно-морском политехническом институте на специальном карбасе на факультете. И приступаю здесь в Дом молодёжи. И спасибо большое. По словам муниципального советника Елены Рыбак, видеомост сумел объединить ребят в одну большую семью. Школьники из разных стран и городов увидели друг друга, поговорили и подружились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...